Супруги Пышнины после рождения второго ребенка задумались о расширении жилплощади. А тут как раз подоспело постановление правительства, согласно которому семьи с детьми могут брать льготную ипотеку. По субсидируемой ставке 6% годовых. Говорят, даже не верилось. Выбрали квартиру в своем же районе Радужный, быстро собрали необходимый пакет документов и еще раз были приятно удивлены. Господдержка рассчитана на 6% и благодаря страхованию жизни можно сократить ставку до 5%. Естественно, мы воспользовались этим моментом и получили процентную ставку в 5%. Это вообще шикарно. 5% это уже подходит к европейской, к американской ипотеке, где мы знаем, что под 3% может быть. Так что я так считаю, что у нас государство идет в правильном русле, именно в поддержке и развитии молодой семьи. При этом льготная ставка распространяется на весь период действия договора ипотеки. Банком ВТБ в апреле этого года принято решение о снижении процентной ставки по подобного рода кредитам с рекомендуемых правительством Российской Федерации 6% до 5%. Срок данного кредита до 30 лет. С точки зрения первоначального взноса мы принимаем как материнский капитал, так и сертификат молодая семья. При этом первоначальное вложение должно составлять от 20%. Причем ставка 5% годовых, она действует при условии имущественного и личного страхования. Нововведение призвано помочь не только семьям с детьми, но и строительной сфере. Льготную ипотеку дают на покупку первичного жилья. Это может быть новостройка или готовая квартира в новом доме. В целом же для разных категорий заемщиков немаловажно и какой строительной организации отдать предпочтение. Дело в том, что при выборе определенного застройщика можно и сэкономить. Так некоторые компании часть расходов будущих новоселов берут на себя. Застройщик за счет собственных средств субсидирует 2% от базовой банковской ставки по ипотеке. Основным условием участия в программе для потребителей является наличие первоначального взноса не менее 30%. То есть это собственные средства долевиков. Приобрести квартиру по программе субсидирования от застройщика можно как в строящихся, так и в готовых домах. Снижение ставок по ипотеке повышает доступность жилья. Доля сделок, совершенных с привлечением таких кредитов, на рынке растет, как и темпы жилищного строительства. В этом году в Чувашии планируется вести в строй более 670 тысяч квадратных метров жилья. Сотни молодых семей готовятся к новоселью. Лидия Галаксенова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.